Проведение фестиваля современной музыки это большое культурное событие для любой страны для любого города это почетно это престижно и это очень необходимо культурно потому что музыкальное искусство как и все другие виды искусства имеет особенность развития то есть прогресс динамика на этом в общем вся человеческая эволюция цивилизация основаны и поэтому мы знаем что в нашем городе огромное количество любителей музыки и вообще город омск это город с большими культурными традициями они относятся и к театру и к литературе и живописи и в этом смысле мы не провинция мы не отсталые и что касается допустим проведение фестивалей современной музыки то мы можем сказать что традиция это складывалось давным давно еще в году существования СССР у нас ежегодно проходили декады современной музыки и значит приезжали знаменитые композиторы наш оркестр исполнял их произведения приезжали знаменитые исполнители они тоже принимали участие и в премьерах и произведения которые как бы уже были опробованы и я думаю что омский слушатель и вообще омские меломаны они подготовлены и они ожидают подобного рода событий в последние годы очень хорошо что фестивальное музыкальное движение продолжает свое существование и вот в этом году весной у нас состоится 5 фестиваль современной музыки его программа гармонично соединяет в себе сочинение западноевропейской музыки американской и русской причем мы видим акцент особенно в сочинениях русских композиторов сделан на те опусы которые создавались совсем недавно то есть у них еще очень маленький возраст и надо сказать что сама палитра жанровая репертуарная она будет очень контрастной разнообразной и она могла быть интересна для людей самой разной подготовкой да то есть музыканты уже искушенные люди которые может быть впервые придут из интереса на такой концерт один из концертов адресован совершенно маленьким слушателем да это будет детская опера что вообще крайне редко случается да потому что далеко не каждый композитор хотел бы и может сочинять музыку для детей и надо сказать что как обычно происходит на таких фестивалях здесь будет целый ряд произведений которые могут вызвать у слушателя удивление может быть какое-то такое даже неприятие да но в любом случае это необходимо потому что лицо современной музыки она для нас непредсказуемо в первую очередь она должна удивлять она должна провоцировать она должна будоражить и вызывать интерес и вот всеми этими качествами конечно будут отличаться концерты нынешнего пятого фестиваля какова судьба вообще современной музыки в современном мире скажем так у нее сложный путь у нее непредсказуемые так сказать вот дороги в развитии и каждый композитор должен быть прежде всего заинтересован в том чтобы произведение нашло своего слушателя потому что когда создается любое музыкальное произведение она обречено на существование только в том случае когда работает триада композитор исполнитель слушателей да невозможно одно из этих звеньев уничтожить и вот в данной ситуации мы видим что у нас очень хорошо работает звено композитор потому что в россии и за рубежом много композиторов до которые полны идей у них то сать фонтанирует все что хотите до любые образы и содержания нужно найти исполнителей они готовы на этот кликнуться потому что эту музыку исполняют хорошо подготовленные профессионалы да в том числе наш знаменитый и высоко классный омский академический симфонический оркестр но нам нужно третье звено слушатель и как показала фестивальная практика в нашем городе от фестиваля к фестивалю нарастает интерес и я думаю что все те кто приходили на концерты предыдущих фестивалей и те кто соберется на фестиваль в этом году они обязаны просто получить удовольствие потому что знакомство с неизведанным до знакомства с тем что мы даже не можем предположить как она будет звучать как это будет выглядеть это мы обязательно для любого для любого произведения это гарантии вот и сать вот успеха и проверка на то жизнеспособно она или не жизнеспособная и поэтому я считаю что нынешний фестиваль который будет проходить весной дата у нас такая традиция когда уже и в общем природа будет расцветать все этому способствует я думаю что нашу публику должно удивить конечно и такие приметы нынешнего фестиваля произведения подобраны так что во первых они все самобытные да у них у каждого свое неповторимое вот отличие далее мы сами видим что там будут моменты театрализации да то есть как-то будет украшена сцена будут я не хочу открывать всех тайн потому что вы должны прийти посмотреть на все на это да но это не только средствами музыкантов исполнителей дирижера и ведущей нет там будет гораздо больше вот как бы явлений театрализованных словесных да с привлечением там каких-то техник художественных вы потом поймете увидите это и возникает вопрос а не обедняет ли это содержание произведения потому что иногда вот то что видится то что наполнено каким-то зрительным рядом она отвлекает нас от музыки потому что сейчас очень много экспериментов когда даже произведения классической музыки сопровождаются видео рядом например да или там какое-то хореографическое идет оформление целесообразно ли это если речь идет о современной музыке она именно так задумывается то здесь воля композитора находится в полном единстве органическом да с тем как это сделают те кто будет ее представлять публике и я думаю что что нас еще может привлечь и удивить это конечно сами техники музыкальные язык музыкальный потому что музыка которая существует несколько тысячелетий в самых разных ипостасях будь то фольклорная народная музыка будто музыка церковная будь музыка который потом отрывается от церковной традиции становится просто профессиональной да как бы в академическом русле она каждая шла своей дорогой у каждой была своя история свой путь и вот что касается именно композиторской академической музыкой она вырвалась вперед и она смело была открыта самым неожиданным экспериментом и вот отслеживать эти эксперименты до наблюдать как композитор из поколения в поколение не просто пытаются они создают произведения кардинально отличающиеся от прошлых эпох мы обязаны с вами этот служб зацелить потому что мы с вами воде ты совершенно другую одежду даже не так как люди девятнадцатого столетия не говоря о прошлом да у нас все поменялось у нас поменялась кухня кулинария наш быт уклад а почему же должна не меняться музыка сейчас композиторы не могут создавать так как отписали музыку бах моцарт брамс это будет скучно и неинтересно это будет клонирование поэтому современная музыка она имеет самое весомое право мы право на свое существование музыка современная должна жить она должна находить публику своего слушателя да она должна достучаться до его души ума сердце то есть тут на что нам способна воздействовать и я думаю что еще одна конечно такая хорошая особенность нынешнего фестиваля здесь прозвучит музыка нашего земляка никиты сухих да в одном из концертов это юноша который совсем недавно закончил омское музыкальное училище имени виссариона я хочу ошибали на он закончил как скрипач а теперь нам очень радостно что он находит себя и в композиции и произведение совершенно недавно созданная я так полагаю что это видимо премьера и это ведь тоже интересно потому что омск это не только город шабалина успенского хефица но появляются молодые композиторы которые уже нашли составили себе какое-то имя в столицах и вот они привозят плоды своего творчества